Ребята, всем привет! Мы на канале Батя в деле, меня зовут Руслан. На своей тачке я уже протаксовал целый год. До этого я делал только ТОшки стандартные, замены масла, замены фильтров и ничего более. Но вот в декабре начали свистеть колодки у меня задние. Причем я думал, что первыми будут снашиваться передние, как по логике вещей основной удар как бы приходит на них, основное напряжение. Но сносили задние, сейчас мы попробуем их поменять. Я покажу как это делать. Я это буду делать в первый раз. Вот мы этот путь вместе получается пройдем. Для замены колодок я купил задние HiQ корейские, 1300 рублей они стоили и вот такую смазку для направляющих суппортов. Ее еще будем помимо этого смазывать некоторые детали 250 рублей, то есть 1550 рублей. Музыка. 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 Так, ну что, часть работы мы сделали. Дальше, значит, вот здесь вот внутри что нам нужно будет сделать. Сам суппорт уже видно, что подстерся. Вот здесь вот направляющие нужно будет их снять, смазать, Смазать, снять сам суппорт получается, за ним как бы поменять колодки и фактически смазать под колодками, смазать направляющие и есть проблема, то есть именно вот в таких рапидах, как это правильно штука называется? Цилиндр. Цилиндр, который давит на эти колодки, он просто не отжимается. Его нужно будет вкручивать и как бы на него немного давить. И если есть какой-то специальный прибор, на котором это можно сделать, это хорошо. Но мы будем пытаться сейчас просто газовым ключом это произвести. Скорее всего это будет сложно и долго. Вот это основная проблема, которая будет в замене колодок. В принципе, так вот поменять колодки не составляет огромного труда. Для того, чтобы суппорт снять, вот здесь у направляющих есть гайка размером 13. И нужно будет ее немного придерживать пораньше гайкой на 15, то есть ключом неким. Вот здесь лучше будет каким-то накидным. Вот, откручиваем здесь, откручиваем еще один снизу. И, в принципе, главное не забыть снять потом тачку с ручника и уже суппорт можно будет снимать. Так, вот такие гайки из направляющих. Две всего, вот образно на двух этих гайках суппорты держатся у нас. Ух, вообще их нету. Просто пустота. Нужно будет вот это все дело у нас от грязи зачистить. Вот, то место, где у нас будут новые колодки висеть и привести это в порядок. Летом, конечно, было бы намного удобнее, приятнее всем этим заниматься. Вот, но как бы работаем, можно сказать, с тем, что есть. Вот, и вот она, кстати, самая проблемная зона. То, что я об этом говорил. Как он называется, правильно? Цилиндр. Вот этот цилиндр, он вот уже вот так выдвинутый, нужно нам будет его вернуть обратно. Просто так его вернуть не получится на него отжать. Придется его крутить и сжать на него. По часовой стрелке. Да, по часовой стрелке. Так, у нас здесь, значит, есть вот эти направляющие. Две. Вот, нужно обе будет зачистить от этой грязи. С обеими направляющими нужно будет нанести новую смазку на них. Вот так. Так, дальше у нас теперь самое сложное. Да? Угу. Пытаемся отжать вот эту вот историю. Одновременно нажимать на него. Нажимать и крутить. Вогнуто и крутить. И при этом я слышал такие отзывы, что вот эту резинку может, которая поверх него, разорвать. Поэтому, ну, от воздуха. Нажимать металлическое. Периодически нужно его спускать. Типа. Подкручивается, видишь, что он как бы такой надутый. Спустить с него воздух. С этой резинки. Так, ну сейчас попробуем, значит. Сейчас я немного его зачищу. Нужно будет под эту резинку тоже запустить смазку. Потом, когда мы его вкрутим обратно, смазка уже разгонится по кругу. Так. Есть. Самоголимый, долгий процесс. Все остальные моменты намного быстрее. Так, чем ты крутишь, Водян? Держи. Сангун, ключ. Ага. И поддерживаем сам цилиндр. Ну, не знаю, там, любая отвертка побольше. Можно монтировочкой. У нас где-то есть. Да. Работаем с тем, что есть, короче. Вот они, эти колодочки. Корейские. Аш-Кью. Прикинуть, посмотреть. Открутили этот цилиндр. Точнее, закрутили его. Сейчас поймем, хватило ли этого или нет. Нет, не хватило. Еще придется, да? Еще. Еще крутить. Так, попытка номер два. Еще немного открутили цилиндр. Ну, пока самый геймер это с цилиндром. Как раз таки. Да. так Нормально Обе колодки Перед установкой По этим частям смажем Здесь И здесь Аналогично вторую После установки Суппортов обратно Балтики на направляющие Закручиваем Ну что, ребята Поменяли мы Задние колодки С одной из сторон была проблема Потому что цилиндр Просто не хотел вкручиваться Я видел Какие-то обзоры Когда ребята на специальных станках Это вкручивают Или специальными приспособлениями Ну, по видео видно Что мы просто обычным Таким газовым ключом Это делали Вот В одном из сторон Это была проблема Это было очень сложно Мы уже думали Даже, блин Может нахрен Все это дело бросить Короче, повторюсь поэтапно Ну, мы снимаем колесо Чистим все от грязи Далее откручиваем Два шурупа С направляющих Снимаем суппорт Снимаем Вытаскиваем Направляющие Чистим их от грязи Смазываем Ставим обратно Снова все зачищаем И далее Этот цилиндр Вкручиваем До максимума Обратно И после этого Уже Смазываем Края Контактные С Суппортом У тормозных колодок Ставим их И ставим сверху Суппорт И закручиваем обратно Эти болты В принципе Поэтапно Все не очень сложно Можно этим сделать Но вот Честно говоря Одну из второго Мы делали сейчас Потому что этот цилиндр Никак не закручивался И это было большой проблемой Вот В следующий раз Возможно В зависимости от ситуации Я съезжу в какой-то Доступный сервис И заплачу им денег Чтобы они скорее Это сделали Чем мы будем делать Здесь это сами Но Пожалуйста Экранизация того Что это сделать можно Без сторонних сервисов Все Всем удачи Если у кого-то Какие-то были проблемы С цилиндрами Пишите в комментариях Обсудим это все дело Все Всем спасибо за внимание Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok